Ребята, всем привет! Как и обещал, снимаю видео, где хочу подвести итоги нашего эксперимента ставок на фаворита. Кто не смотрел мое предыдущее видео, хочу напомнить, что я решил условно делать ставку в 1000 единиц в течение месяца на фаворита на топовые матчи, где коэффициент букмекер на фаворита предлагает нам в поле от 1.3 до 2. То есть, собственно говоря, есть два условия. Это должен быть топовый матч, первое условие, и второе условие, коэффициент на фаворита должен быть от 1.3 до 2. Тогда мы этот матч берем. У меня есть вот такая табличка, уже полностью заполненная в течение месяца, и сейчас мы с вами по ней пробежимся. Опять же, кто не смотрел предыдущее видео, хочу показать, каким образом я выбирал матчи. Давайте возьмем, допустим, пятое число, и можно посмотреть топовые матчи на сайте MyScore. Они сверху помечены вот таким цветом. Мы можем нажать на матч, допустим, Espanol с Атлетиком играли, и посмотреть, подходит ли он нам по эксперименту. Нажимаем коэффициенты и смотрим, какие коэффициенты букмекер в среднем нам предлагал до начала игры. И видим, что Espanol был фаворитом, и букмекер нам предлагал коэффициенты в среднем, можно засчитать, где-то 1.85, потому что есть 1.78, 1.91, 1.87 и так далее. То есть, средний коэффициент примерно 1.85, и он попадает в это поле от 1.3 до 2. Соответственно, мы этот матч бы взяли, и ставка бы наша сыграла. То есть, вот таким образом я в течение месяца отбирал все матчи, кому интересно, может перепроверить, то есть, я достаточно внимательно все это делал, и давайте пробежимся с самого начала. То есть, 3-го числа у нас было 3 матча, которые подошли, итог плюс 1.850. Еще раз напомню, условие заключалось в том, что ставка 1000 единиц. Где был проигрыш, мы писали минус 1000, то есть 4-го числа. В прошлом видео мы, по-моему, до 7-го числа делали ставки, и я пообещал, что буду делать ставки, не буду делать ставки, а буду выписывать все матчи, и по итогу месяца уже будет результат, и мы поймем, был бы плюс или был бы минус. Также в прошлом видео я попросил написать в комментариях свои догадки, то есть, какой результат будет, какой банк получится по итогу месяца, если делать ставку в 1000 единиц. То есть, плюс либо минус, и какой плюс, соответственно, какой минус. Кто окажется ближе всего к правильной цифре, тот выиграет 1000 рублей. В конце видео я подведу итог, то есть, покажу, кто оказался ближе всего. Итак, смотрим дальше. 7-ое число. Я не буду останавливаться на каждом числе, просто пролистаю вниз, и вы можете увидеть. То есть, есть дни, когда буквально один матч подходил, вот как 11-го числа. Есть дни такие, как 7-го числа, здесь много матчей. То есть, листаем, листаем вниз. Были и минусовые дни, и плюсовые. Я честно скажу, что я не ожидал такого результата. Могу сказать, что немалое количество матчей было уже выбрано. То есть, сейчас в самый низ опустим. Здесь есть итог. Итог получился плюс. Как ни странно, я сам знаю, что абсолютно безуспешно, если мы бездумно будем делать ставки на фаворита без какого-либо анализа. Но если брать диппозон именно от 1,3 до 2 и на топовые матчи, то, как ни странно, получился результат у нас с плюсом в конце. Смотрим. В итоге было ни много ни мало 132 матча. Я считаю, что это в принципе дистанция, пускай она небольшая, но это не 10 и не 20 матчей. И результат вышел плюс 7680 единиц. То есть, если бы мы на протяжении месяца действительно делали ставку в 1000 единиц, то по итогу месяца мы бы получили плюс 7680. Я также здесь выписал, давайте сейчас чуть крупнее сделаю, то есть, на какие лиги были ставки в течение этого месяца. В принципе, их точно так же можно посмотреть вот здесь слева в MyScore. То есть, MyScore нам предлагает ставки на фаворитов. Это пример Лига Англии, Бундеслига Германии, Премьера, Серия А, Премьер Лига Украины, Первая Лига Франции, Лига Наций Уфа, Лига Чемпионов, Лига Европы и Чемпионат России. И по итогу, еще раз хочу повториться, действительно получился плюс. Как ни странно, но факт остается фактом. Я хочу проделать эксперимент, то есть, делать его дальше. Возьму следующий месяц, если вы со мной согласны, если вам это интересно, пожалуйста, поставьте прямо сейчас лайк. Подпишитесь на канал, кто не подписан, чтобы увидеть итоги эксперимента. Потому что, ну, как по мне, будет очень странно, если следующий месяц у нас точно так же закончится плюсом. То есть, по такой логике можно абсолютно не анализировать матчи. Можно брать просто топовые матчи. Делать ставку на фаворита с коэффициентом от 1,3 до 2 и стабильно быть в плюсе. И я считаю, что, в принципе, плюс при ставке в 1000 единиц плюс 7,680. Это тоже очень-очень хороший результат. Теперь, ребят, давайте, как я обещал, подведем итоги по прошлому вашему, скажем так, не голосованию, а угадыванию цифры. То есть, итог получился, повторюсь, плюс 7,680. И ближе всего оказался, вот я выписан, у нас участник Сергей Синютин. 7,655 он написал. Я сейчас найду в комментариях, покажу его, подтвержу это. Я еще выписал, вот, ребят, кто были тоже крайне близки. 7,600, 7,860, 7,417 и 7,900. Давайте я сейчас вам покажу Сергея Синютина, для того, чтобы вы убедились в том, что все честно. Вот, 7,650 две недели назад был оставлен комментарий Сергея Синютин. Сергей, напиши, пожалуйста, в комментариях здесь же свою страничку ВК и с нее напиши мне личное сообщение. Я попрошу у тебя номер Kiwi кошелька и отправлю обязательно тебе выигранную 1000 рублей. Ребят, я еще раз повторюсь, что продолжу ставки в этом месяце теперь. Точно так же, пожалуйста, поставьте лайк под видео, чтобы участвовать в розыгрыше и подпишитесь на канал. И оставьте комментарий, какой результат, по вашему мнению, будет в этом месяце. При ставке в 1000 единиц, то есть условия остаются такие же, как закончится месяц, плюс-минус и цифра, которую вы предполагаете. Точно так же 1000 рублей выиграет тот человек, кто окажется ближе всего к правильной цифре. Мне самому интересно посмотреть, чем закончится следующий месяц. Со следующим месяцем у нас получится, я уверен, как минимум 200 матчей, потому что 132 матча было только в этом месяце. Я думаю, где-то 250 даже должно получиться. Поэтому жду с нетерпением окончания месяца и потом подведем итоги уже по 2 месяцам. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до следующего видео.